Основной запрос у людей, как сформировать некую жизнь. Их ум, так сказать, их ум, часто смотрит туда-сюда и хочет машину, как у соседа, жену, как у соседа или мужа, желательно столько же детей, вон такое же дом, там же жить, туда же путешествовать и все такое. Очень много хочется, чтобы что-то было конкретно, вот то, что есть сейчас, сон и не принимается. И вот человечество живет целыми днями с мыслями о том, как оказаться в будущем. От этого страдает. Страдает от того, что не принимает сейчас, а думает, что страдает от того, что у них нет чего-то там из будущего. Это очень весело. Все стремятся в некий следующий момент, в котором у них будет что-то, что они захотели. На моих зумах я, так сказать, передаю разную информацию для разных умов. Таким образом, охватывая разную аудиторию. Для каких-то умов они могут видеть в этом противоречие и так далее, и может казаться, что тут что-то не так. В действительности все просто. Как только вы осознаете единство, то есть, что все едино, вы увидите, что даже в противоречиях все едино. Потому что противоречия вытекают из единого и являются единым. И их как таковых нет. Противоречия – это одно и то же. Когда? Сегодня я буду вам рассказывать о восприятии мира. О том, как формируется вот это все. Оно не обязательно всем вам нужно. Если кто-то из вас ходит на мои духовные зумы, и поверьте, это самое, так сказать, high level. То есть, это быть свободным от всяких формирований, от всего этого, просто быть в присутствии и наблюдать то, что приходит уходит. Это самое невероятное. То есть, это свобода. И в итоге к этому связываться. То есть, все люди, которые… Вот я сейчас буду рассказывать, как что-то формировать. Они пойдут, возьмут это знание и начнут формировать. И наформируют. Более того, что бы там они не хотели. Наформируют, наформируют или не наформируют. По-разному будет у всех развиваться, в зависимости от того, насколько глубинно вы можете познать то знание, о котором я говорю. Именно поэтому я и говорю это. Сконцентрируйтесь тут. Потому что, если пока я говорю, вы параллельно строчите себе, а параллельно еще что-то делаете. Вам придется тысячи раз это переслушивать. Для того, чтобы услышали то, что я говорю. Потому что пока что вы слышите то, что вы… То, как вы оцениваете то, что я говорю. Я расскажу, как оно тоже происходит. Так вот. Они все это наделывают и в итоге вернутся к первым зумам, где это. Они поймут, что это им радости не дает. Почему люди хотят сформировать какой-то мир? Почему они хотят чего-то достигнуть? Чувства. У них есть чувство, что им чего-то не хватает. Они себе ищут. Ищут через профессии, через большое количество денег. То есть у них есть какие-то, словно, пустоты, которые они хотят заполнить через отношения, через семью. То есть они туда-то посмотрели. Им кажется, что им этого не хватает. И они к этому стремятся. Но получая это, оно все равно не закрывает. Все равно вот это чувство у них остается, что что-то не хватает. И они дальше стремятся к чему-то следующему. Они думают, наверное, надо еще больше денег. Ведь все вы сколько-то лет прожили. Ваши цели все еще не закончились. Они будут до конца ваших дней происходить и происходить. Происходить и происходить. Происходить и происходить. Высидеваю. Я как ни под это. Некоторые загрузы, они вечно работают. они вещи что-то делал я готов и сделал не закончится это не нужно не это не видеть этого ты не переделай сидел и не заработаешь вот они вот находятся вот крутит это колесо бесконечности и жизнь исчезла и зачем ты столько всего дел не успел даже пожить бежал туда-сюда и исчез так вот они все это делать от того что себя ищут и пытаются найти себя через разные достижения разные цели отношения но это вот все это формы вот этого всего при этом получая входя в отношения все равно чувствую что что-то не то и вот они меняют отношения или это не знаю еще что-то ищут новую профессию новую деятельность новое хобби новых людей больше денег или наоборот отказываются денег уходит в духовности один опыт один учитель второй третий и там короче вот все сам идет все короче это как попасть это голова в пасти у тигра вот тут это все проходится пока не осознают что сами себя искали здесь и сейчас десятилетия жизни тысячи жизней но таким людям так и надо им надо поискать себя им надо подостигать пройти через кучу отношений через всего очередь он через все чтобы в итоге осознать что они тут единственные найти себя найти себя здесь и сейчас не где-то когда так с кем-то по какой-то причине а в единственном что у них есть было и будет здесь и сейчас вот она сама мгновение вот она летут и тут все происходит и это действительно все и нет и человек начинает это видеть но он начинает отличать то что изменяется то что неизменное и начинает осознавать что все еще чем изменяется возникает неизменным и его отражительные происходит и происходит расцвезды и синяя совсем что изменяется то есть вот весь экран и в этом экране вот танки кучу форм объектов другие тела и они сами по ее проходит по мне может это контролировать то есть это глубинное понимание его происходит расстояние со всем вот этим и от веждеселение условно естественно с неизменным и все и вот само мгновение она происходит все все желания и есть и прямом опыте нет ничего отделимого от тебя до этого ты хотел быть чем-то конкретным иметь какое-то количество денег еще что-то еще что-то еще что-то это все равно все тебя ограничило это все является ничтожным а по сравнению с тем чем всегда являлся ты поэтому она не вас не способна заполнить вот эту пустоту и поэтому ты хочешь еще большего 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 а она все равно не способна этого заполнить потому что точно ты являешь это бесконечно больше бесконечно больше то есть все сущее но ум не может это осознать познать и как мне непонятно конечно тебе не понятно у тебя шансов не понять потому что она не нуждается в понимании ум это просто одно из явлений вот такое изобилие что вот есть такое явление почему бы нет пусть оно будет и у и вот руки миллиарды людей животных разные виды фруктов не знаю куча явлений и вот этот планета миллиарды других монет более того вот это вот вся вселенная ну просто тот же со спать она вся исчезает и она вот уже все вот сейчас она кажется реальный вот ляжешь ты спать и все она вся исчезла на нереально она реально только для видящих видящего который забыл свою истинную природу и вот из ниоткуда возникает сон ну ты считаешь что это сон когда типа тут пробужден а там ты считаешь что ты это реальность ты там не считаешь что это сон там для тебя все конкретно реально там вот какой-то тоже мир что-то происходит ты можешь там не знаю летать бегать чё угодно разные там всякие то я на все такое же реальное вот таких миров бесконечность а ты есть то сознание из которого все это состоит которое все это сейчас вот прям ты сейчас проливаешь свет и она в тебе сейчас и прикинь вот это из себя сейчас все выходит и она все ты и ничего от тебя не отделима куда не просмотришь везде ты но ты настолько сконцентрирован в своих мыслях что не видишь вот этого всего то есть ты это все твое тело и ты сам себя пытаешься достичь от этого страдаешь это очень весело просто то что себя не знаешь себя забыл о себя не знаешь и себя забыл потому что самого рождения тебе сказали кто ты а ты сам не уделил внимание этому кто ты ты поверил информации которые тебе сказали ты видишь что все так делают и тебе так сказали все ты решил окей я иван я мария тебя отправили туда там что-то делать это все начал это делать ты просто уделил внимание какой ты информации и считаешь себя ей а вот эта информация одна бесконечная часть тебя вот следующие годы своей жизни ты еще чему-то уделишь внимание и тоже будет считать частью себя можешь ли ты этого осознать ты есть сейчас точку ты успел уделить внимание это чему ты ещё не успел уделить внимание. Все остальное, все сущее, все, чему уделишь внимание, познаешь. Не существует того, чему бы ты уделил внимание и не познал. В зависимости от того, чему ты уделяешь внимание, с какой длительностью особенно, как долго ты его удерживаешь, и с каким намерением, таким образом ты это и познаешь. И все, чему ты уделишь внимание, ты все познаешь. Все, что ты знаешь. Все, с чем ты себя ассоциируешь. Что это? Это лишь то, чему ты уделил внимание и решил, что ты это и есть. Ты говоришь, я психолог, я энергопрактик, я йогин, я кто-то еще, я бог. Вот куча вот этих названий. А ты есть до всего этого, во время и после. Но ты отождествляешь всего с этим коротким промежутком информации, которым уделил внимание, забывая о том, что ты бесконечно больше. А вот этот короткий промежуток, сколько тебе там, 40 лет, 30, 20? Ты одна бесконечная часть тебя. Вот это небольшое количество информации существует только потому, что ты есть. Ты ему уделил внимание, познал и считаешь, что это ты. Хотя в следующие годы ты опять чему-то уделишь внимания. Познаешь и тоже будешь считать это собой. И все, чему ты уделяешь внимание, ты познаешь и считаешь это собой. Но в действительности оно не становится тобой. В действительности никто никого, ничего не достигает. Действительность лишь осознается, что я и этим являюсь. Никто никогда ничего не достигает. потому что то чего вы достигаете вы уже этим являлись уделив внимание вы осознаете что я и этим являюсь и все что нужно это искренность искренность это честность честность это не обманывать себя это сидеть это на секундочку оставить все эти бессмысленные дела на секундочку да там работа классно конечно вот эти люди она все классно а кто я это тут немного так это ознакомиться так сказать руководство к пользованию прочитать а руководство пользования ты и сам не надо его где-то у кого-то читать от кого-то слушать ты единственное руководство пользования которое существует и нестинное все остальные сказки указатели почему я так говорю что все остальное сказки в указатель я тебе объясню постарайся глубоко это понять все человечество не способны тебе передать вкус пищи которые ты ел сегодня которое было есть и когда-либо будет никто из существующих людей на планете словами не способен передать тебе вкус пищи который ты сегодня ел можешь ли ты это осознать но когда ты откусывал пищу вкус сам себя знал прямом опыте и оказывается он никогда не нуждался во всех словах человечества более того он был до того как появились слова человечества а слова человечества есть лишь попытка объяснить это явление указать на это явление упаковать во что-то это явление ты можешь видеть очередность вот эту и для этого не надо мне верить и сидя на своем месте где ты сидишь можешь это все развить ты можешь видеть что это не белый цвет люди называют это белый цвет еще какой-то и так далее и так далее так далее но если бы ты никогда жизни не видел белого цвета и все человечество тебе пыталась как-то о нем рассказать она не сравнится с тем когда ты первый раз жизни увидишь этот цвет и он сам себя будет знать и вот все что касается опыта вот когда ты видишь или звук если вы те рассказали о какой-нибудь песне какая у тебя любимая песня все человечество можете рассказывать о том какая это песня но она не сравнится с тем как ты познаешь его когда услышишь когда она включится это будет разными это будет прямой опыт и он будет не нуждаться в каких-то рассказах и так далее они по-разному могут рассказывать очень умно очень красиво грубо как угодно но это указатель да они могут стараться очень стараться и все такое но это не то так вот то чем ты являешься никто не способен о тебе рассказать невозможно о тебе рассказать ты неописуем безграничен она действительно так но ты этого не знаешь потому что ты просто себе не уделил внимание самого рождения ты где угодно в чем угодно ты смотришь как то живет у кого какие цели то что делает где модно работать и не модно кто как о тебе думает вот кто-то до этого писал вот кучу всякого такого барахла видишь ли ты что это просто информация который ты уделил внимание вот трос ты возник ребенком который было плевать вообще куда в туалет ходить ты мог пойти в туалет где угодно где тебе покайфовать но тебя сформировали таким образом просто ты не выбирал где тебе появится как тел но ты появился тебе дали имя далее вокруг тебе начали объяснять общество ты начал навязывать как-то правильно себя вести и вот на новое кучу чувств видны тебя сформировала вот кучу этого безумия а ты как тело лежал даже не выбирал ты просто вокруг что-то кто-то говорил но все заходило заходило заходил ты просто этому внимание уделял неосознанно внимание это не только то что видится даже с закрытыми глазами ты можешь сидеть и слышать эти звуки тогда не просто у тебя проходить это вину она вибрационно как-то работает и ты отождествился с этим отождествился с этим потому что твое внимание постоянно находилась во всех этих штуках в том кто что говорит кто куда идет кто что делает а самому себя она не выделялась из-за этого ты можешь проявляться как ущербный как страдающий как вот все кучу чувства вины и вот эти бесконечные желания вот или вот эта попытка понравится вот это все вот это все барахло она в тебе только из-за того что ты себя не знаешь как только ты познаешь кто ты тебе так смешно станет я не могу за тебя познать кто ты ты сам должен это сделать за себя в своем прямом опыте ты так привык постоянно собирать информацию постоянно не сомневаться постоянно где-то быть вниманием настолько разогнут что просто не можешь побыть немного с самим собой более того так привязан привязан к этой форме того как ты жил и считаешь что вот оно все это ты все знаешь так все правильно вот и вот все такое и когда ты видишь правду даже на миллиметр даже на мгновение ты словно продолжаешь жить как ты жил и не можешь принять и начать жить так как ты разведел так вот вот это все твои проявления лишь только потому что ты уделил внимание им и начал себя так вести ну слишком много внимания уделил всему вот этому вот все информации которые тебя там запихивали и вот она сформировала все твои поведения твои твои знания о том что существует большой маленькая вот это то что тебе кажется что вот это много денег это мало денег это нормально это плохо для меня нет отличий когда приходят деньги уходим где-то одинаковое явление воду поставили куда-то убрать а что чувствуешь ты когда тебе приходят деньги уходите деньги подумаем это нет отличие в их количестве и так далее твой опыт сформировал все эти знания создал кучу отличий вот это все твое восприятие и она вы формирует сейчас твой мир тебя и твой мир ты воспринимаешь себя и пространство таким ты воспринимаешь мир таким и он такой и себя в нем и ты такой можешь ли это это разве но если ты осознаешь что чем ты являешься вот эта личность тебе сожгется сгорит это одна бесконечная тебя классно это часть твоего пути все было пас все что нужно сейчас вывести внимание суда и для этого просто искренность нужно просто найти себе искренность честность и с благодарностью просто чё там было что классно было всех простил все отпустил и начал познавать себя практика присутствует